Подошло к подписанию, давайте начнем очередное, 16 первого этапа учебного года, заседание нашего семейства. Сегодняшняя тема о происхождении жизни в химфизике, докладчик у нас сегодня доктор фирма «Наука» Владик Ванесовича Летисов. Из института химфизики имени Семенова, для тех, кто забыл, напоминаю, что институт химфизики – это одна из наших базовых размножений, а Николай Николаевич Семенов, помните, висит доска на уходе в главную комнату, где он изображен вместе с Петровой Владимировичем Капицей, это один из отцов-основателей физтех и одновременно основатель института химфизики, академии «Наука». Значит, ну, как произошла жизнь, понятно, что никто точно не знает, но, тем не менее, давайте послушаем, что про это скажет специалист. Значит, я сразу объявлю, что будет в следующий раз. Следующая тема у нас об обобщенных группах ВАП и их приложениях в физике и геометрии. Рассказывается, что это будет жотиков Вадима Геннадьевича с кафедры общей физики. В принципе, звучит, может быть, немножко устрашающе, но я думаю, что если Вадим Геннадьевич будет чрезмерно углубляться в технические детали, мы его примем, если надо, то я постараюсь обеспечить синхронный перевод языкового сока научи, и язык более легковой. Ну, на самом деле, понятно, что группы нам нужны для того, чтобы описывать разные синхронные, обобщенные группы ВАП, но мы должны где-то вложиться. Для описания синхронных. Значит, пачку объявлений о следующем районе я отпущу по рядам, ну, и, как всегда, пощередок список, в которых будет записываться. И снова по рядам. Спасибо. Вы меня слышали? Да. Или много не слышали? Вы так для выплаты не следите, что мне кажется, что вы себя только сам слышали, а громкость не повышает. Громкость не повышает. Значит, я рассчитываю поговорить с вами в течение часа, а потом, если у вас проявятся интересные вопросы, то отвечать на ваши вопросы. Но, в принципе, вопросы можно задавать по ходу моего воздушения. Это первое. Второе. Это, конечно, не доклад. Потому что тема, вряд ли вообще можно построить разумный доклад по данному телу. Это даже не сообщение. Но удивительным образом, когда вообще сталкиваешься с этой проблемой, с проблемой задаешь себе такой вопрос, то, что при некотором размышлении довольно нетрудно выйти на целый класс очень тяжелых физических задач. Вот это-то и представляет вам интерес. Не сама проблема происхождения жизни, не собственное происхождение жизни, а вот тот класс тяжелых физических задач, на которые входишь, изначально были очень мотивированы размышлениями о воздушении жизни. Вообще даже не столько воздушении жизни, сколько о том, что как вообще устроена биология. Что такое биология? И чем она так тяжела для физического описания? Потому что, что бы мы ни взяли в биологии, с личной точки зрения, любая биологическая система так считалась. Ну, невозможно, как бы мы использовали же физической механикой, описать то, как устроена функционировка. Не то, что бы это невозможно сделать в принципе. Существует некая вера в то, что это можно сделать. Но как это сделать? Оказывается, есть гораздо в биологии, есть гораздо более простые объекты, например, белок. Это просто молеков. Но попробовать описать работу белка, вот до сих пор, как бы нормально, это никому не удавалось. Вот, собственно, я хотел бы, если мне это удастся рассказать, ну, не почему это вообще, так сказать, вот, как получается, а, наверное, выделить, ну, если мне удастся, хотя бы вот одну какую-то ноту, один какой-то ракурс, один взгляд, который, как мне кажется, важен. Теперь скажите мне, пожалуйста, ну, знания по биологии во время школы вам доступны? Ну, что такое ДНК, вы знаете? Отлично. Ну, что такое белок, вы знаете хуже. Ну, тоже имейте некое представление. Что такое там трансляции, транскрипции, это, наверное, мы уже, часть из вас уже не знаем. А давайте спросим у них следующее. Кто с ФМБ, вы видите? Да и не имеющее значение. Ну, тут несколько человек наверняка знают, но большая часть не знают. Хорошо. Тогда, давайте договоримся так. Если я вдруг случайно, я постараюсь за собой следить, но, тем не менее, я начну использовать какие-то термины биологические, которые вам не понятны, а с физическими термины вы разбираетесь сами. Вот. То вы просто останавливаете меня и спрашиваете, что это такое. Ладно. Итак, мы начнем с простой мысли. С нашего вот такого эмоционального восприятия геологии, связанного с тем, что любая геологическая система это в некотором смысле артефакт. Кстати, я однажды судьба занесла меня на Алтай, и там есть Денисова пещера такая, сильнейшее поселение человека. Там ведутся раскопки. Это я по поводу того, что такое артефакт. Но по канту это вещь всегда. То есть, то, чего не может быть, но тем не менее существует. И ведут раскопки свои порядка там 800-600 тысяч лет назад, дальнейшее поселение человека. Но, естественно, извлекают разные предметы. Среди много чего остального. Затем, прежде всего, они попадают на стол к некому специалисту, который просматривает то, что на этом столе и отделяет как бы то, что неинтересно, от того, что интересно. Я наблюдал за этим процессом, и когда он отделил один какой-то камешек, который с моей стороны ничем не отличался от других, я спросил, что это вы делаете? Ну, как будет, этот жаркий факт. Но, то есть, вещь, которая с его точки зрения, как бы сама все произвести не может. Тут есть некое вмешательство человека. Ну, в данном случае речь шла о скрипке, или там, наконечнике это комнатный шаг. Ну, что такое артефакт? Давайте возьмем... Сейчас мы поиграемся в большие числа. То, в мире. Сейчас мы поиграемся в большие числа. Они, кстати, очень типичны для биологии. И в исчезающем малые вероятности. Они тоже типичны. Ну, давайте возьмем, скажем, двенка. Рассмотрим одну нить двенка. Жиркую двенка. Двенка это пример. Синяя двенка. И, скажем, типичная его длина ну, 10-6, 10-9 звень. Одно звено, ну, те, кто знает, это муриотель, всего 4 буквы, то есть звень бывает 4 типов. И таким образом это слово длиной 10-6, есть 9-й букв из 4 буквенного алфавита. И, собственно говоря, больше ничего тут нет. Пусть предположим, у нас есть некоторая последовательность таких букв длиной n. Всего букв в 4. Сколько всего таких последовательностей может быть при длине n и в 4 степени n. Это понятно, да? Давайте мне стенд поставим 20-9. Ну, хотите, здесь 6-й. 4 здесь 6-й. это число. Есть какие-то соображения, с чем сравнить это число можно? Ну, число богато. Здесь что электронов во Вселенной. Нет ресурса добраться до этого числа? Нет. Вы знаете, на самом деле, вот на этом уже про биологию можно забыть. Можно остановиться только на этом числе и спросить себя, а как вообще реализуются такие структуры среди гигантского моря альтернативы? То есть полный перебор заведомо может? Ну, не то, что заведомо, он просто не реализуем ни в какой системе вообще. То есть, если мы возьмем всю Вселенную, все время существования Вселенной, то не существует физического процесса, который, вообще говоря, реализовал бы вам химический перебор вот на такого. Вот в этом смысле биология есть ответственность. Вот в этом смысле биология есть ответственность. Что бы мы не взяли в биологию, если мы как бы абстрактно спросим себя, вот какова вероятность того, что данная рассматриваемая система сложится случайным образом. Слово случайно надо обращаться крайне осторожно. Потому что случайно это означает, что если какая-то реализация мира, она может быть разной. И случайных процессов много. Поэтому имеется всегда в виду полностью не скоррелированным случайным процессом. В таком случае. Ну, вот так. Исчезающий малый вероятность. Значит, мы можем взять не ДНК, ДНК может присущать вас своей длиной. Самая простая, молекула, для которой расположение звеньев играет важный урок. Самая маленькая молекула в геологии. Ну, белок. 300 звеньев, 300 звеньев, ну и 200. РНК, тысяча звеньев. Все существенно больше 100. Поэтому это число оказывается универсальным, ну, не универсальным, а оказывается очень таким важным маркером, важным маркером. Невозможно придумать биологию на 10 звеньев. А 10 звеньев ничего страшного, мы тогда числя влагалируем. И тогда возможна вся химия. А если химия возможна, то у вас рано или поздно с некоторой осмысленной вероятностью, пусть маленькой, но возникнет тоже. А вот теперь давайте подумаем над тем, а как же все-таки может реализоваться вот такая маленькая вероятность. Вот это самое главное. И это и есть центральная загадка проблемы происхождения жизни. Ответа на нее нет пока. Давайте думать. Давайте думать в этом направлении. Вот теперь я вам расскажу почему биология неправильная. Это как ну я надеюсь вы конечно понимаете что то ну что то что это не следует понимать так буквально но тем не менее почему наше представление о биологии неправильное в том смысле что та биология какую мы себе представляем возникнуть не может а значит что существует вот сейчас я это попробую вам собственно говоря и ну не показать а расскажите ладно давайте поговорим про то что называется ну есть такая центральная догма молекулярной биологии а я еще называю центральной догмой эволюционной биологии на чем стоит молекулярная биология на том что есть уровень генетической организации то есть генетическая информация она записана в ДНК вот это как раз та самая длинная нитка ДНК в которой последовательность нуклеотидов играет роль информации текста очень важно значит есть ДНК это может быть РНК конечно не только РНК это то что заложено как программа в организме дальше эта программа развивается превращается в целую систему как клетка или какие клетки неважно главное что это целая система и эта система обладает как целая обладает некой функциональной способностью скажем она может рефлексироваться обычно эволюционисты используют слово фитнес вот этот фитнес означает что есть некая способность жизнеспособности данного объекта что такое жизнеспособность вопрос очень тонкий скользкий но в определенных модельных ситуациях эту жизнеспособность можно формализовать проще всего думать что это скорость размножения можно думать что это время жизни но так или иначе скажем мы будем понимать под фитнесом способность выживать быстро размножаться и долго жить вот и так есть генетическая информация это генетическая информация через отображение структуры это очень сложная вещь она порождает некую функциональную способность которая измеряется или оценивается понятием фитнеса теперь давайте построим некую модель эволюции исходя вот да в чем заключается центральная догма эволюционной биологии она же опирается на центральную догму эволюционную она заключается в том что вот генетическая информация это некоторая данность и она может меняться случайным образом и не зависит от системы и от фитнеса это называется там случайной мутацией точечки это очень удобно для физика это просто прекрасно потому что это на самом деле нескоррелированный случайный процесс в некотором пространстве которое мы сейчас определим но есть еще одно правило это правило называется естественное правило естественного отбора вот предполагается что генотипы мутируя приводят к изменению фитнеса для каждого для каждого объекта и побеждает или отбирается тот объект у которого скажем этот фитнес максимальный вообще это похоже на вариационный принцип попросту говоря потому что в физике мы минимизируем энергию мы говорим что система стремится в минимум энергии а здесь мы говорим система стремится в максимум фитнес это нельзя конечно утверждать что это есть некое универсальное правило биологии такое же хорошо установленное как в отношении минимизации энергии свободной энергии и так далее но смысл вот этого он так сказать вот такой ладно ну давайте строим модель эволюции исходя вот из этой долмы из таких представлений но что мы должны сначала построить ну конечно пространство эволюционное на котором мы собираемся описывать эволюцию давайте построим это пространство поскольку речь это последовательность и мутировать будут наши последовательности тогда давайте построим пространство последовательности как строится пространство последовательности пространство последовательности вообще это просто н-мерный куб если у нас есть последовательность длиной м то мы пространство последовательности задаем как н-мерный куб это всем понятно Что такое инверный куб? Понятно? Я ясною. Вот вам трехмерный куб. Куб такой дискретный по каждой оси решетки. Нет, ну это... Да, конечно. Вот это трехмерный куб. А вершина к его... Вершина его соответствует последовательностям. В данном случае это равновременно. И здесь последовательности такие. Давайте я буду двуговенные последовательности писать. Двуговенные последовательности. Не важно сколько там будет. Четыре, шесть, восемь лет. И у меня знаки 0,1. Такая легкость изменения текста, я думаю, вас не смущает. Здесь 0,0. Это куб оси вершин 2,3 значит 0,0,0, да? Вот так. Здесь 1,0,0. Здесь 0,1,0. А здесь 0,0,1. Это ближайшие соседи, они отличаются от 0,0,0 только одним символом. Следующие ближайшие соседи должны тоже отличаться одним символом. Но вот если мы возьмем этот и этот, то тогда один символ будет 1,0,1, да? 1,0,1. Да, да, да. 1,0,1. Совершенно правильно. Вот этот я точно знаю 1,0,1. Это нелегко. А вот этот у нас осталось 0,1,1. Правильно? Да. Отлично. А, вот это. Вот это вершина 0,1,1, а здесь 1,1,0. Не получается? Получается. Все. Ну, вообще я могу написать еще четырехмерный. Нарисовать еще четырехмерный. Может кто-нибудь из вас видел. Надо вложить один куб в другой. Ну, то есть вот один куб. Вот так это один куб. Потом вот так рисуем второй куб. И соединяем вот эти вершины с вот этими вершинами. Ну, соответственно, я не буду рисовать. Я думаю, вы и поняли. Вот это будет четвертьмерный. И так это пространство последовательности. Отлично. Теперь мы на этом пространстве последовательности будем эволюционировать. Как? Вот что мы скажем. Во-первых, давайте зададим процесс мутации. То есть то, как у нас... Как мы переходим от одной последовательности к другой. Мы скажем, что... Пусть... Пуэ... Это вероятность... Воспроизвести точно одно звено. При копировании последовательности. Тогда понятно, что вероятность воспроизвести точно... Точно. Всю последовательность П в степени П. Вероятность допустить одну ошибку. 1 минус П на П в степени Н минус 1. Все? Требlinessurb которнонная SCP? Что? На М Мь. На коленacking. На М большое. На М большое. На М большое помон reservation. вероятность совершить ошибок в соответствии с единицами что такое D? D это то расстояние, то количество шагов, которое на этом кубе вы должны сделать, чтобы перейти атомной последовательности от нормальной к D ошибкам вы еще не забудетесь. Хорошо. Ну прекрасно. Давайте теперь уравнение дать. Пусть она в последовательности реплицируется ошибочно или не ошибочно, неважно, в единицу времени у вас делается А копий. И рассмотрим некоторую итую последовательность. Тогда ее изменение во времени это будет что? Ну, во-первых, это будет А. Давайте так я напишу. Вот здесь я поставлю И. Значит, имеется ИТ. Я рассматриваю эволюцию ИТ последовательности. Ее... А как меняется ее концентрация? То есть И с индексом А это концентрация последовательности номер А? Сейчас. И... Где синдекс? И у меня нет И с индексом А. И у вас это что такое? Нет, И это последовательность. А И это концентрация последовательности. И ИТаэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ А и большой это концентрация, а ты последний. Да, да, ну пусть так. То есть мы пишем метро уравнение диффузии в пространстве. Нет, пока не диффузии. Мы просто пишем уравнение генетическое уравнение в пространстве последнего. А, хорошо. Так, значит, омега и ито, это вот вероятность того, что я ее точно воспроизведу. Ну, минус вероятность того, что она погибнет. Я еще сюда напишу фи, а потом поясню, что это такое же. И все это умножено и итое. Это умноженная скорость, с которой они реплицируются. Это скорость, с которой они гибнут. А это я расскажу, что это такое чуть позже. Теперь, помимо этого, у меня же есть еще и возможность ошибки. А раз есть возможность ошибки, значит, из других последовательностей может появиться эта последовательность. Ну вот я и суммирую. Значит, здесь по жи, которое не равно и. Пусть это будет то же самое а. Омега и жи. Ну и на ниже. Это плюс. Все. Вот у меня такая система уравнений. Сколько таких уравнений? Это зависит от длинной последовательности. Если у меня всего две буквы и длина последовательности N, то таких уравнений 20-35. Такие числа мы уже обсуждали. Тем не менее, ну математически, тем не менее, можно исследовать поведение этой системы. Что такое фи? Сейчас я вам объясню, что такое еще есть. Вот, давайте здесь. Значит, что у меня есть? Два секрета, потому что двукукленная, да? Что? Два секрета, потому что двукукленная. Конечно, да. Ну, я не хочу уходить далеко от того пупа. Значит, вот я рассматриваю такую систему. У меня есть последовательность ИИТ, а она реплицируется. Из нее возникает последовательность ИИТ, и возникает последовательность ИЖИТ. Есть последовательность ИЖИТ или ИКТ. Вот так. Это ошибочно, это правильно. Есть последовательность ИИТ, и из нее, конечно, может возникнуть последовательность ИИТ при репликации. Но, конечно, из нее может возникнуть и другая последовательность. Это для нее будет написано уравнение. Сейчас пока с кем он понятно. То есть все последовательности реплицируются с ошибками. Больше тут ничего нет. А что такое фи? Ну, если мы посмотрим на поведение этой системы, то она, вообще говоря, может себя вести так, что ее число этих последовательностей будет расти бесконечно. Это как бы нехорошо. И нам нужно сделать, зафиксировать некоторую массу в системе. Чтобы была конечная масса. Тогда я направлю сюда некий поток, ну, эхо, эхо, и сделаю проток через систему. Так, чтобы у меня в единицу времени, это константа этого потока, а в единицу времени у меня будут уходить эти последовательности совершенно независимо от самой последовательности и с какой-то постоянной скоростью. Ну, особенность заключается тут только в том, что если я, что сумма всех и иди по и, у меня должна равняться константа. Вот. Ну вот. Теперь мы можем сделать такую вещь. Давайте вот эту вещь, вот эту вот, сумму обозначим через е и и. И назовем ее фитнесом. Ну, потому что это способность правильно реагиницироваться. И это стоит в ехо. Вот это ее жизнеспособность. Ну, здесь нетрудно понять, что фи, если мы форсумировать это уравнение по всем и, то нетрудно увидеть, что фи – это и есть сумма е иди на иди по иди. Вот в этом случае у вас производная по сумме будет равна нулю. Это понятно? Понятно? Вот кто-то кивает головой, а кто-то уже смотрит удрученно. Это понятно? Возьмите сумму. Все перемешивание это станет нулем. Тогда отсюда сразу понятно, что сумма будет равна… Сумма вегает симметрично. Да. Тогда сумма будет равна… Производная по сумме будет равна нулю. В том случае, если фи вы определили как вот таким вот образом. ЕИТО и напомните, ЕИТО и не было в буквах. А вот, вот она, я ее обозначил. ЕИТО – это, я ее назвал фитнесом, и так обозначил. То есть разница в фитнесе исключительно зависит от того, что они умрут с разной скоростью? Они производятся с разной скоростью, им умрут разной скоростью, и все. Ну вот, совместные действия… Производятся они с разной скоростью просто потому, что А еще производится? То есть, собственно, от содержания самой последовательности, от того, за сколько она удача, зависит от фитнеса? Ну, конечно, зависит от фитнеса. Ну, ладно. Как такая система будет действовать? Она, на самом деле, действует очень просто. Вот, смотрите, что получается, если мы запретим… Давайте запретим для начала ошибочное копирование. Ну, запретим. Вот у нас точное копирование по равной единице, и это равно нулю. Пусть теперь, в начальный момент времени у нас есть некоторое распределение фитнеса по последовательности. То есть, есть некие последовательности, у которых фитнес высокий, а есть последовательности, у которых фитнес маленький. Смотрите. Если фитнес в данной последовательности больше среднего, то эта часть положительна и концентрация до последовательности растет. Если фитнес в последовательности меньше среднего по системе, то эта скобка отрицательная и производная отрицательная концентрация падает. Значит, вот у вас есть средний уровень фитнеса в начальный момент жизни. Все последовательности с фитнесом ниже этого среднего начнут вымирать. А все последовательности выше этого среднего начнут выигрывать. Но, соответственно, средняя поднимется. Поднявшись, начнут умирать те, кто окажется ниже. Средняя опять поднимется. И так она будет подниматься до тех пор, пока она не дойдет до максимального фитнеса. Вот система работает очень просто. Если нет мутации, выигрывает та последовательность, у которой максимальный фитнес. Эта система, во-первых, построена на центральной доме-молекулярной эволюционной биологии, раз, она отражает этот принцип. Второе, она отражает комбинаторику и сложность всего этого объема, гигантского переборка возможностей. И, в-третьих, она отражает принцип естественного отбора. Все основные постулаты биологии она отражает. Значит, есть и так. Вывод такой, что если нет ошибок, то выигрывает та последовательность, или тот вид, у которого максимальный фитнес. Давайте мы теперь вернемся в, может, к этой части достойно. И отложим этот вывод на дратик. Вот здесь я буду откладывать точность копирования. Давайте я буду откладывать вот так. Ошибку. Не точность копирования, а ошибку. Здесь тогда норма. А здесь я буду откладывать стационарное распределение, которое будет получаться в этой системе. При данной точности копирования. Значит, мы с вами уже решили, что если ошибка 0, то есть точность копирования абсолютная единица, то тогда у нас выигрывает тот, вот он, тот с максимальным фитнесом. Вот исследование этой системы в антибиотической сложности. Ну, это понятно. Потому что эта система существенно не линейная. Ее можно переформулировать, на самом деле. Ее можно переформулировать немножко к другому. Но сейчас я хочу перейти к результату, а потом уже, может быть, мы поговорим про альтернативные переформулировки этой модели. А результат вот какой. Теперь давайте включать ошибочность копирования. Ну, тогда при некоторой, вот мы, предположим, здесь, естественно, концентрация тех последовательностей, у которых максимальный фитнес, она упадет. И появятся те последовательностей, вот, давайте так, которые отличаются от вот этой на одну мутацию. Маленькая ошибочка. Я помню еще мою ошибку. Эта концентрация в банке, это растет, и появляется тех, у которых две мутации. Дальше начинаем. Дальше. Ну, а дальше я вот, давайте, нарисуем. Это, соответственно, одна ошибка, две, три, четыре. До некоторого порога, который называется барьером ошибок. Это, оказывается, в этой модели существует критический параметр. У нее критическое поведение. Здесь есть единица минус П критическая. Есть величина критической ошибки. Это, собственно говоря, этим моделям интересно. Что происходит в этой точке? Ну, при прохождении этой точки у вас взрывным образом начинает генерироваться любая последовательность, случайно. Как и вводим. Ну, они это пишут по-разному, потому что понятно, что больше всего будут тех последовательностей, у которых ошибок Н пополам, ну, исходя из комбинаторного патрио, и меньше всего тех, у которых одна. Но главное, что существует... Вот основной вывод этой модели. Существует критический параметр, он связан с ошибкой котирования, при достижении которого любая селекция, то есть любое удержание изначальной информации о системе теряется, и система становится полностью стихотичной. Критически выпадает влияние фитнеса? Абсолютно. Фитнес нет, он не отбирает уже ничего. А что предполагается по поводу функции А и Б? Не понял. Что предполагается по поводу функции А? Да ничего. Поставьте их равно единице. Это не важно. Функция А и Б, ну, загоните во время. Она только определяет функция... Не функция, а параметр. Ну, параметр А масштабирует вреди, масштабирует время. Больше ничего не делать. Там, если бы, нельзя два параметра во время загонять. Не надо. Скажем, казалось бы, мы можем... Ну, Б-ноль поставьте сюда. Один для всех параметра. Для всех они. Это не важно. На самом деле... Казалось бы, вот этот фитнес, он может по-разному зависеть от последствий. Скажем, может быть, какой-то максимум фитнеса более широкий. То есть, менее чувствительный... Сейчас, сейчас. Да, да. Ну, может быть, более... Совершенно правильно. Что одна мутация... Совершенно правильно. Миш, совершенно правильно. Почему правильно? Почему все эти возражения правильно? Потому что вы еще не осознали, что произошло. Ну, мы не осознали пока, что произошло. Ну, да, есть нервнейная система. Да, у нее есть критические параметры. Но давайте поиграем в какие-то другие параметры. Может быть, эта критика изменится. Вот если мы к концу нашего разговора... А времени осталось, наверное, не так. Ну, да. Нет, еще не есть. Если мы к концу нашего разговора осознаем, что происходит, тогда мы поймем, в чем проблема. Ну, вот. Где этот... Что это за критическое... Чему он разен, критический параметр? Оказывается, что единица минус, какая критическая, в порядке и не цена минус. Одна ошибка на всю длину. Вот это катастрофа. Это явление было названо катастрофой ошибок. Не то, что у вас есть какой-то критический параметр. В общем. Ну, мы будем сдвинуть где-то на каких-то достаточно малых значениях или больших значениях. Но оказывается, что если длина последовательности достаточно большая, а это показано уже на последовательности, длиной порядка 50 длинней, то критическое значение единицы на это. Одна ошибка на всю последовательность. Это реальная длинка. Именно одна ошибка на всю последовательность. Именно эта. А какова реальная частота ошибок? Я говорю, одна ошибка при одном копировании на всю последовательность. Есть реальная частота в реальных системах. Она оценивана. 10-9. Это для трансляции, а для транскрипции то же самое, но для МГУК. Абсолютно точно удовлетворяет этому условию даже на уровне вирусов. Это проверено. То есть реальные живые системы когда они подчинены... То есть садятся на критическую вероятность? Нет, они наоборот. Они не на критическую, они работают до критической вероятности. А до критической? Ну конечно, они работают до критической вероятности. Они не в критической вероятности, а в докритической вероятности. Но обратите внимание, кто-то знает биологию, что вот до критической вероятности это обеспечивает сложнейшая система трансляции, транскрипции, белки, которые все контролируют, работают. Тот, кто знает биологию, понимает, что эта машина очень сложная. И оказывается, ее основная функция – не допустить систему до критической жизни, до барьера жизни, до катастрофы жизни. Ну вот. А теперь я все-таки хочу прокомментировать, с чем это связано. Давайте представим себе многомерное пространство. Давайте представим себе некое блуждание в этом многомерном пространстве. Вообще, многомерное пространство представим себе? Я не знаю, что это могу, но странным образом представляю. Но почему-то так. Нет, давайте так. Вот давайте возьмем одномерное пространство. И будем говорить о случайном блуждании на одномерном пространстве. Но, наверное, у нас присутствует бромовское движение. При случайном блуждании на одномерном пространстве, наверное, вероятность вернуться в исходную точку не слишком малая. Почему? Кстати, кто-нибудь знает теорию случайных процессов? Все траектории бромовского блуждания никакие, они возвратные. Все. Вылечим размерность. Два. Вся территория бромовского блуждания в мирном пространстве, а в трехмерном, уже нет, там появляются невозвратные траектории. А в многомерном, бесконечно верном, все траектории будут назвать. Это означает, что если вы ушли из данного места, вы туда никогда больше не вернете. Можно сказать просто, что раз мы блуждаем по решетке, то чем больше размерность, тем больше ближайших соседей. Этого мало. Этого мало. Число ближайших соседей по решетке экспоненциально растет. Поэтому если вы блуждаете только по самым ближайшим, у вас еще есть шанс вернуться обратно. Но как только вы сделали несколько шагов в многомерном пространстве, вы уже не вернетесь к исходу никогда. Вот в чем физический смысл катастрофы ошибок. И вот почему биология устроена таким совершенно чудовищным образом. Вот почему она артефакт. Для того, чтобы биология функционировала в этом сложнейшем устройстве своем, в этих многомерных пространствах состояния, нужно, чтобы она имела очень точные функции. Часто говорят, что вероятность образования клетки столь же маловероятна, сколько и образование, и самопроизвольное возникновение самолета. Ну, так вот говорят. Но нет проблем, мы же строим самолет. Правда? Не случайным образом. У нас есть прописи. технологии сборки, точное описание того, что мы должны делать. Я думаю, что у нас не получается строить нормальную автомобилю именно в том, что мы не можем точно выполнять длинные технологические операции массово. Массово выполнять длинные, безошибочно. У нас наступает катастрофа ошибок. Как же вы не делаете, все нормально. Ну вот, это вот очень особенная вещь. В биологии, биология насквозь пронизана точными функциями. Очень точными. Именно потому, что в природе возникли структуры, которые могут выполнять очень точные функции на уровне ангстрема и субангстрема размеров. Возникла биология. Ну вот, самое главное я вам рассказал. Теперь спрашивается, а как же нам прыгнуть вот в этот мир? В мир точных функций и комбинаторно сложных структур. Вот в этом, собственно, и заключается проблема происхождения жизни. Почему? Потому что минимальная сложность, о которой говорят биологи, это, ну, ее так условно можно перевести в репродукцию последовательности длиной порядка тысяч твей. Понятно, что это условно, потому что как бы репродукция текстов описания системы. Но для того, чтобы это сделать, вам нужны точные функции для строительства таких объектов. А точные функции, для того, чтобы у вас были точные функции, вам нужны носители этих точных функций. Вот в биологии это гелки, РНК, очень специальные структуры. И если вы начнете копировать эти структуры, то есть пытаться построить копию этой структуры в лаборатории, у вас ничего не выйдет. Потому что выясняется, что для того, чтобы построить копию ДНК, РНК и всего того, что обеспечивает точное функционирование в биологии, вам тоже нужны точные функции, потому что сами эти структуры, сами по себе, тоже являются вот то, что мы называем комбинаторной сложностью. То есть, когда мы хотим скопировать ДНК, то мы берем готовый черпент. Абсолютно так. Живого организма. Именно так и делают. Очень многие биологи, говоря там о простых системах, берут кусок, фрагмент ДНК, берут пару белков и говорят, ну мы же взяли всего пару белков. Да какая разница? Вы уже объяснили. Все, вы проскочили, голодометворили условия возникновения минимальной точности, и поэтому вы можете с этим делать, что угодно. Но это не будет иметь отношение к проблеме возникновения жизни. Но у меня есть еще немного времени, и я теперь хочу перевести... Вы почувствовали саму проблему? У вас есть идеи, как вообще можно было бы обойти этот барьер? Как можно было бы обойти барьер комбинаторной сложности, которые порождают катастрофу ошибок? Как? В чем тут дело? Вообще, как в физике? Вот как вы смотрите на это, как в физике? В чем разница между биологией и физией? Вот в физике, ну правда же, ну возьмем магнитную систему, ну любую. Ну, пусть каждый у вас 10 в 20 магнитных акций. Два состояния у каждого магнитных акций. Всего конфигураций 2 в 10 в 20. Ну, это же страшнее, чем в биологии. Да я тут рисовал всего 2 там на 10 в 9, а здесь не хватает на 10 в 20. Ну, это физика не пугает. Теория магнитизма есть? В чем дело? Почему вот эта биология просто становится кошмаром, а, так сказать, вот эта в физике никаким кошмаром не является? В чем дело? Вы не осознаете? Это 10 в 20 число, это вот это число микросостояния. Микросостояние, в общем, это никто не измеряет микросостояние. Все измеряют макросостояние. То есть, на магнитизма. А микросостояние, в физике, в общем, и описание оно есть. Но его никто не предпочитает. Оно не является измеримым. Оно не является тем, что нужно получить. То есть, никогда не стоит вопрос о том, что нужно получить определенную конфигурацию в спиновой системе. Конфигурацию. Ну, может быть, не для 10-20, а для 1000-другой атома. Этот вопрос стоит, наверное, напротив, очень быстро. Если этот вопрос стоит очень остро, ничто, тогда это все супер. Потому что физикам очень хочется построить квантовые конфигуры. Нет, это пожалуйста. Для этого как раз надо эти спины распространить. Очень хорошо. Так раз, образом, и чтобы они управляемы между собой. Отлично. Вы же тогда сразу сюда. Тогда катастрофа ошибок. Потому что теперь, мы начинаем, в биологии надо охотиться за состояниями, которые в каком-то смысле не являются аналогами микросостояния в физике. Не макросостояния, а микросостояния. Поэтому их комбинаторно много. И поэтому их так трудно реализовать. Вот в этом особенная толпость. Ну ладно. Но, может быть, все-таки можно сделать белок. Сначала сделать какой-нибудь белок искусственный, который бы мог функционировать. Сейчас очень много говорят про мулликулярные машины, про нано-машины. Это же есть белок. Вот кто-нибудь. Пусть попробуй, да. А можно вообще, не понимая, каким образом уйти от катастрофы ошибок, можно сделать белок искусственным? Искусственную мулликулярную машину, похожую на белок или на фермент. Если ты не знаешь, как уйти от катастрофа ошибок. Можно это сделать? Нельзя. Ну, наверное, те искусственные белки, которые делают, тоже делают с помощью природных ферментов. Ну, на самом деле они не являются природными ферментами. Никто не может. Все стараются сделать аналог биологической структуры. Ну, как я понимаю, мы сейчас можем, наверное, синтезировать любую наперед заданную последовательность аналии кислот. Абсолютно правильно. Но в процессе этого синтеза нам понадобится применять какие-то белки, там, ферменты, там, ДНК и РНК, которые мы возьмем из тренок. Ну, наверное. Наверное. Ну, я не знаю. Вы, это я вопрос задаю. Нет, как синтезируется... Вообще, вот, искусственного белка, искусственного белка, в буквальном смысле слова, то есть созданного химическим, нет. Это связано с тем, что химик сейчас может синтезировать любую последовательность аналии кислот. Любую. Остается только угадать, какую. Какая последовательность аналии кислот приведет к функциональной активности. Владимир Владимирович, наверное, надо, по крайней мере, для части аудитории, сказать, чем белок отличается от просто произвольной цепочки аналии кислот. Ого! Потому что я не уверен, что все это знают. А. Это отдельная тема. Я сейчас... Давайте я про белок немножко расскажу. Даже не про белок, а про вот этот мир полимеров. К чему белок и относится. Вообще, я должен сказать, что такое белок, пока еще толком никто не знает. Вот мы пытаемся построить... Мы пытаемся построить некое понимание того, что такое белок. В том смысле, что такое молекулярное масло. Можно сказать, хотя бы приблизительно так, что вот если мы берем произволенную цепочку аудиокислот, то, скорее всего, эта цепочка будет просто извиваться, как веревка под действием благородного движения, и никаких биологических функций выполнять не сможет. Но она извиваться не будет. Мы даже можем сделать глобулярную структуру. Не представляет никакого труда синтезировать пример и схлопнуть его в глобулярную структуру. Примеров таких... Ну, просто... Огромное число. Но любая... Но более сложно сделать, чтобы белок имел эту самую вторичную, третичную структуру. Вот это глубочайшее заблуждение. Или нет? Нет. Не надо. Более сложно сделать вот такой глобулярный полимер функционально активным. То есть функциональным. Вот. И вот тут стоит очень интересный вопрос. А какой должен быть полимер, то есть какие вы должны к нему предъявить требования, чтобы макромолекула, сложившись в глобулу, стала молекулярной машиной? А на этот вопрос никто пока ответить не может. Но это очень абстрактно поставленный вопрос. Нет. Молекулярная машина, как и по небольшой структуре, может выполнять разные вкусы. А это не важно. Она должна быть функционально активна. И все. Это... Мы можем придумать великолепно создать активный глоб, но он может не работать в данном конкретном случае, потому что там будет не хватать каких-то, там, извиняясь в моду с конца или чего-нибудь в этом. Нет. На самом деле все хуже. На самом деле все хуже. Вот сейчас я попробую... И я этого и хочу объяснить, но уж совсем немного, да? Я обещался говорить час, но еще и пять минут. Значит, мы вот сейчас смотрели на... Мы немножко поговорили про эволюцию и столкнулись с катастрофой ошибок, которую, как я надеюсь, мы осознали, которая, я надеюсь, мы осознали, вытекает из двух вещей. Из того, что пространство в состоянии комбинаторном многомерно, это во-первых, эволюционное пространство, если мы его заводим как последовательность, и во-вторых, оно комбинаторно большое. И если мы в этом гигантском комбинаторно большом многомерном пространстве охотимся за каким-то специфическим состоянием, то тогда мы ничего другого не можем сделать, как создать условия для того, чтобы идти к этому состоянию очень строго определенной траекторией. Вот это и есть точные функции, которые ведут в некое конечное состояние по строго определенной траектории. Как только у нас траектория становится вероятностой и чуть-чуть разбалтывается, все, вероятность попадания в некое наперед заданное, в любое наперед заданное состояние становится равной. Ну, феичный. Вот в этом все дело. Теперь белок. Ну, не белок, а вот макромолекулы. А что такое макромолекула? А, давайте, что такое макромолекула? Ну, о, полимерная цепь. Ну, сколько у меня атомов? Ну, примерно тысяча. Атомы при языке? Атомы. Ну, атомы. Примерно тысяча. Сколько степеней свободы у каждого атома? Ну, будет два. Две степени свободы. Сколько конфигураций атомов будет определять пространственную структуру этой нити? Вам ничего это не напоминает? Две степени? То есть, вот вам объект, который уже несет в себе такие слои. Ладно. Давайте сложим ее в некую компактную, глобулярную, вполне плотную структуру. Давайте теперь вот это тысячемерное пространство. Вот оно. А вот это энергия, которая, конечно, является точка в этом тысячемерном пространстве это определенная конфигурация вот эта энергия, которая, конечно, является функцией вот этой обобщенной координатой тысячемерной. Как будет выглядеть энергетический ландшафт ну, полимерной структуры, мне даже не важно какой. Ну, он будет выглядеть вот так. Что означает этот рисунок? Этот рисунок означает, что экстремумов у него будет примерно ну, здесь, конечно, не тысяча, а там, скажем, пятьсот, шестьсот, четыреста. Вот только. Это локальный минимум. Но это же локальный минимумов для конфигурации. Это что означает, что хорошо. Вот такая картинка называется энергетическим ландшафтом вот такой структуры. Теперь я, предположим, хочу понять, вот чем отличается подвижность белка от подвижности случайной глобулы, которая, конечно, как стекло. Она и функциональна, как стекло, и свойства у нее, как у стекла. И угол, камень, и щекло я буду иметь ландшафт вот с такими свойствами. Сказать, какие это ландшафты, случайные или нет, я не смогу. Вот вопрос такой. Белок, когда функционирует, он знает про все, он знает об обо всех своих. Знает ли он все о своем энергетическом ландшафте? Что значит знать? Ну, может ли он перепробовать 7 минут? За какое-то осмысленное время? Может, он для разных химических реакций разные формы даже выбирает? Было возможно? Что-что? Чтобы он выбирал различные точки минимума для разных реакций, которые он выполняет? Нет, вопрос пока сейчас не такой. Может ли он просмотреть все свои локальные минимумы, за какое-то осмысленное время? Значит, не может вообще. Правильно? это означает, что о большей части своего ландшафта он не знает ровно мнежду ничего. Это относится вообще к полимерной системе. Вот как только мы берем полимер и исполкнули его в лобу, все, полимер о большей части своего энергетического ландшафта не знает ровно мнежду ничего. Тем не менее, среди этих полимеров есть те, которые точно функционируют, вот так как нужно, для того, чтобы избежать катастрофы ошибок. А есть те, которые не функционируют вообще. Как это так надо устроить? Блуждание по вот этому ландшафту, чтобы, с одной стороны, не имея точной информации о ландшафте, точно функционировать. Первый вопрос, который я вам задавал, как все-таки устроить блуждание в большом пространстве, в комбинаторном большом пространстве состояния, с тем, чтобы выйти на специфические состояния, не имея точных функций. Второй вопрос, как все-таки устроить? Это же та же самая задача, только теперь она применена к белку. Как устроить блуждание по энергетическому ландшафту так, или какие свойства нужно придать этому ландшафту, с тем, чтобы белок блуждал по ландшафту в вполне определенном области. При том, что от большей части энергетического ландшафта он не знает ничего. А блуждать он не задержанно будет, потому что... На ум, функтуационность, да. Потому что функтуационность. Есть у кого-нибудь, ну, хоть какая-нибудь идея, как все это можно было бы устроить? Тогда наводящий вопрос. Вот скажите. Это вот просто, чтобы вы потом, может быть, размышляли. Предположим, вам нужно найти книгу, в какой-нибудь еще большой библиотеке. Ну, где миллионы книг? Что вы... А как вы выделите? У вас нет каталога, предположим. Ну, вы подумали о каталоге. Предположим, у вас нет каталога. Тогда, вообще говоря, длина алгоритма, которая придет к нужной книге, порядка N. Где N в числах нет. Правильно? Правильно. Если у вас есть каталог, а каталог это что? А что такое каталог? Это иерархическая структура, вложенная друг в друга в классах эквивалентности. Вы еще раз повторяете? Нормально. Очень отлично. То есть вы взяли все множество, разбили на классы эквивалентности, но не просто разбили на классы эквивалентности, а вы еще и устроили иерархическую структуру из этих классов эквивалентности, вложив классы в класс. Прекрасно. С каталогом. Какая длина алгоритма? Ну, вот если там порядка N, то здесь как... Как? Аггарифм по основанию... Ну, неважно. Логарифм от N. Да. Логарифм от N. Вопрос решен? Да, конечно. Потому что если у вас там гигантское число книг, логарифм от N у вас даст там пару десятков шагов. И все. Теперь возникает вопрос. А может быть все ускорено и здесь, и в эволюции, и в биологии, и в белке? Тоже в этом смысле так же. Может можно управлять такими огромными комбинаторно-большими числами, если у вас есть в каком-то смысле каталог. Вот, собственно говоря, я на этом и хочу закончить. Потому что это и есть та идея, на которую можно думать. И я полагаю, что в этом направлении, может быть, в биологии будут сделаны, и, на самом деле, в биофизике будут сделаны, наверное, самые такие знаковые открытия. Во всяком случае, мне ничего другого в голову не приходит. Как это ни странно, в белке, для белка, мы такой каталог нашли. Мы нашли иерархию вложений. Мало того, мы показали, что в белке эта иерарха еще и самоподобие. И это позволяет белку, почти ничего не зная, белковой функциональности, почти ничего не зная, а в большей части своих локальных минимумов, в состоянии, тем не менее, точно функционируют. Но у нас эта работа еще продолжается, поэтому пока... Но это мы уже знаем. Вот я на этом закончу. Если есть вопросы, дай мне. У меня времени до 8 часов. 8, 5, 2. Я сразу решила обращаться, что если кто-то хочет написать реферату, не уезжайте в концерт подойдите. Давайте задавать вопросы. А мы это кто? Вот вы сказали последнее. Вот вы такой каталог придумали. Я скажу, что это лаборатория сложных систем института химической физики РАМ. Вот это мы. А здесь есть кто-то из ваших студентов? Да, он. Она, кстати, как раз занимается этой задачей. Да, Елена. Рука была, вопрос позднее. Пожалуйста. Нет, это она себя показала. А, позднее. Да, у меня есть несколько ребят из 6-х, они 4-й, 5-й курс. Мы не только и делаем занимательство, мы занимаемся еще и учебными системами, которые тоже в этом смысле и учебные. Вопрос такой. Вы показали никакую неустойчивость вот этих цепочек. Вот как поступает... Размножение. Да, да. Значит, как поступает радиотека? В них много таких транзисторов, они налаживают работу через систему с помощью обратной связи. Здесь нельзя этого сделать? Можно. Можно, конечно. Обратная связь. Но имейте в виду, что обратная связь, она стабилизирует состояние. Она не разгоняет систему, она стабилизирует состояние. Понимает. Совершенно верно. Поэтому обратная связь, она приведет... Она может привести к появлению устойчивых, новых устойчивых стационарных состояний, но при этом основной выбор проточность... Да. Развития не будет. Непонятно. Кроме тут для обратной связи нужна какая-то непрерывность. Тут надо еще смотреть, в каком смысле непрерывность. Может быть. Мы сейчас говорим... Мы здесь говорили все на таком бульгарном языке, что нам не дониклировали. Я понимаю. То есть обратная связь стабилизирует эталон. И второй еще мой вопрос. Вот такой. Значит, бытует такая точка зрения, почему жизнь нельзя создать заново в проверке. Потому что стоит только образоваться в структуре, как тут же ее соседи разберут на кусочки и сожрут. Потому что жизнь везде. И это так же трудно, как создать новую фирму в Москве. Как вы относитесь к этой универсальной точки зрения? Я не думаю, что она универсальная. Потому что, в общем, если станет понятно... На самом деле, все проблемы заключаются в том, что никому непонятно, как это сделать. Именно вот в том смысле, что живое воспринимается в хороший факт. И, так сказать, и готов к этому артефакту. И у меня такое впечатление, что путь к этому артефакту лежит через революционное переосмысление самой биологии. Мы неправильно понимаем биологию. Но это уже, как бы, такое заявление не для студенчества, а как бы некая собственная точка зрения. А вообще создать стерильные условия можно всегда. Вот еще вопрос. Вот, точнее, вопрос, подвесить от меня. Значит, скажем так, жизнь сама... Вот, возникает много организмов, потому что везде враги есть. То есть, точно так же, как не возникают новые молекулы, потому что тебя... Я думаю, не в этом дело. Нет, я думаю, не в этом дело. Я думаю, дело в том, что вся функциональная структура биологии настолько жестко устроена, что принципиальных изменений внутри себя она допустить не может. То есть, если... Вот, почему все живое унифицировано столь фантастическим образом? Именно поэтому у вас выстроился один аппарат, который, так сказать, заработал, и уйдеть от него уже нельзя. Это как глубочайшая яма, в которой вы сидите. И это опять связано с комбинаторной сложностей. То есть, грубо говоря, вы должны разрушить все до основания, дойти до самых... Ну, что ли... До самого ядра устройства жизни. И попробовать там что-то поменять. Но тогда вы потеряете ее устойчивость. Вот. Вот. То есть, в этих ямах прекрасно налажена система управления, да? Да. И в этом смысле она уникальна, вырваться из нее нельзя. Вот так. В принципе, глубокие ямы, даже на этом рисунке с клубком, можно легко увидеть, что если где-то одна нить проходит под другой, то чтобы их поменять местами, может порадоваться весь этот клубок размотать, а потом снова... Логические изогреты. Да, это правда. Да, это правда. Ну да. Ну, то есть, скажем, вот, если дирекция человек умирает от того, что у него клетки перестают дериться, а вторая, что система управления не справляется со сложностью. Какая вам больше нравится с точки зрения? Мне вообще не нравится умирать. Независимо с вами, независимо от точки зрения. Не знаю. Если пытался справлять жизнь, то на первом пути или на втором. Ну, мне это не удастся. Вряд ли. Так себя показываю. Безропа даже был. Спасибо. Да, пожалуйста. Вы тут нам по-моему доказываете, что прям чуть ли не существование Бога. Вот артефакт, если вот артефакт, вот как вы говорили, это то, к чему приложил в свои руки человек. Получается, второе значение артефакта, который вы используете, вот так вот прямо мы не можем использовать. Нет, артефакт, давайте пользоваться определением как-то. Артефакт это вещь в себе. Что такое вещь в себе? Это то, чего не может быть, но тем не менее существует. Первая часть фразы то, чего не может быть, относится к нашему знанию. Но тем не менее существует, относится к нашему возлюблению. Ну, привлекать сюда некие абсолютные понятия, неопределяемые абсолютные понятия как Бог можно, но неинтересно. с другой стороны, вот авторые, более устоявшиеся определения артефакта, это вот то, что как бы было создано человеком в течение его истории. Получается, как-то вот нам нужно уточнять тогда, а то страшновато становится. Да не надо такого на вас. А скажите, а как вы относитесь к твоей теории, что люди себя там умирают, замораживают и спятят частично и потом для того, чтобы теория красивая? Это шалота. Ну, или как бы сказал, через много лет. Во-первых, это не теория, а бизнес. Да, это понятно. Ну, раз понятно, то с моей точки зрения это шалота. Потому что конечно можно тканевую культуру заморозить и потом воспроизвести, а они потом могут воспроизводиться. Это да. Но мозг не возобновляет свою работу. То есть такие функциональные системы, кстати. Как вы думаете, что было, вот если нам все-таки удастся понять, какая система была тема. Как вы думаете, что это будет скорее всего? Что-то похожее на клетку или что-то похожее на мозг? На клетку. А есть чем-нибудь? На мозг? А почему? Потому что я спросил? Да? На клетку. На клетку, да? В некоторых случаях не нужен мозг. А вот удивительная вещь. Мы недавно исследовали локальную топологию случайных графов иерархических. Это специальная такая работа была сделана. Во-первых, мы сами придумали случайный иерархический граф, то есть мы его генерировали неким кластером Луцковского. Тогда мы исследовали локальную топологию глобальную, там, скажем, число углов, связей, циклов и так далее. И локальную топологию, так называемую локальную топологию попадает в класс оказалось, что такой граф был генерирован вполне марковским процессом. То есть не сильно скоррелированным процессом, не сильно скоррелированным На каждом шаге не требовалась специальная корреляция. А топология, тем не менее, у этого графа получалась, то, что называется топология безмасштабного графа. Ну вот, так вот выяснилось, что по локальной топологии он попадает в класс естественных сетей, а такие классы сделаны, к которым относится нейронная сеть. И скорее из-за этого можно заключить следующее, не заключить, а предположить, что поскольку такая сеть может быть генерирована вполне марковским процессом, то есть не требует специальной функции, то нейронные сети возможно являются прообразом первичных биологических объектов. Не сама нейронная сеть, но нейронные сети являются моделью или прообразом первичных биологических объектов. на нейронные сети надо смотреть как на функциональную сеть, то есть как на сети, элементы которые имеют вход-выход. это можно интерпретировать самых разных терминов. Терминах химических реакций, психихимических реакций, а можно интерпретировать эти термины как обмена импульсами и так далее. Нейронные сети очень сложные у них там много других всяких свойств, не только свойства параллокальной апологии, но тем не менее, такая идея повисла в воздухе. То есть означает, что тело наросло на мозги, а не мозги из тела. Ну да, естественно, потому что душа, душа она же привычная. Она же привычная. Есть еще вопросы? Вы говорили о том, что после катастрофы ошибок с другим образом является какой-то любой фитнес. Не любой фитнес, а любую последовательность. Последствия любого фитнеса? Да. Там же фитнес никак не ограничен, может быть, ну, выше, чем максимальный фитнес. Это не имеет значения. Нет, я о том, что если там нет такого ограничения, разве появление фитнеса выше, чем наш максимальный фитнес, недостаточно вероятно. Это, собственно, не имеет ли смысл заходить за катастрофу ошибок, чтобы получать фитнес выше нашего максимального фитнеса? Еще раз. Я говорю, что после катастрофы ошибок мы получаем какой-то фитнес, а при этом он в каких-то рамках не лежит. Поэтому не имеет ли смысл специально заходить за катастрофу ошибок, чтобы получать фитнес, ну, никак не ограниченный нашим максимальным нашим системам не будет. Все поняли? Да. Не надо так сказать. Я не понял, но я хочу сразу сказать, что я понял. Ну, давайте так. вот это пространство последовательности. Не будем забывать, что оно там тысячемерное, да, и, так сказать, ну, оно многомерное, потому что речь идет о комбинаторных сложных системах. И, так сказать, число последовательности, которые там есть, оно комбинаторно велико. Ну, давайте возьмем в 10 сантиметров. Пусть есть некоторая последовательность, которую вы, вот, успешно воспроизводили, имея точную репликацию. Пусть и перчим некоторым обстоятельствам точную репликацию превратил неточную. Вы стали реплицировать неточную. Тогда, как было заявлено, вот такое стационарное распределение превратится вот в такое, в однородное. нечего 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 и пусть тогда существует некоторая последовательность, у которой фитнес очень большой. Ну, может быть, как только она допрыгнется, да, она здесь и соберется. то есть, то есть, вопрос такой, вот, пусть у вас есть комбинаторно большое пространство последовательности. И пусть у вас пики фитнесов, это ландшафт фитнесов называется, ландшафт фитнесов организован таким образом. Вот где-то один пик стоит, и на существенно большом расстоянии по расстоянию хамминга у вас стоит другой пик. спрашивается. Конечно, если вы работаете до катастрофы ошибок, вы сидите все время в этом, возле этого пика, и вы не можете дойти до достаточно далекого пика, у которого фитнес больше. Но, может быть, сделать так, опускаемся ниже, это теория нейтральной эволюции, кому так устроена, есть такие модели, опускаемся ниже катастрофы ошибок, тогда мы начинаем прыгать по всему пространству последовательности. и, глядишь, попадем на пик с большой с большим фитнесом. Пиков таких много? Это вопрос ладно. Один? Нет, почему? Наверное, бесконечно много. Бесконечно много, тогда это не специфический фитнес. В смысле понятно, что место где фитнес маленький, его несравненно больше, чем на пиках тоже очень много. Ну вот, насколько много. Значит, вот это очень важно. Вот смотрите. Вот у вас столько вариантов. Перебрать он к себе не может. он может существенная вероятность попадания на какой-то пик появляется тогда, когда, ну, например, в этом пространстве 10 восьмидесятый пика с максимальной фитнесом. Самым большим. Ну, тогда вот отношение 10 в двадцатый. Минус двадцатый это на что-то будет похоже. Хотите постеполировать на эти цифры? Давай. Я имею в виду неправда, что... Ну вот пока... Нет, нет, нет. Вы осознали, где проблема будет, возникать? Либо у вас почти в любой точке максимальный фитнес. Вот. Почти в любой точке. Это означает, что почти любая последовательность годится для эволюции. Либо вы не найдете никогда специфическую последовательность, если она не почти любая. Ну, а почти любая это неинтересно. Почти любая вот как раз не получается. Это уже из других соображений. Почти любая последовательность, из нее ДНК не складывается, ДНК не складывается. Вот, к сожалению, все эти структуры настолько специфичны, в своем устройстве, в своих последовательностях, что вот случайностей там вообще нет никаких. И в том-то и проблема, что с одной стороны все должно быть реализуемо на достаточно большом, достаточно большими вероятностями. То есть, в каком-то смысле почти любая. А с другой стороны, она не должна быть почти любая. Значит, в каком-то смысле исчезающее малое. Познакомьтесь это совместить. Ну, в Ираке такие вещи совмещаются. Если бы этот пик был широкий, то можно было сперва попасть куда-нибудь во двор, а потом с другой стороны. Нет. Идея не такая. Идея не такая. Идея такая, что вот мы, вот у нас есть гигантское пространство предвозможностей. Мы сначала устраиваем такую эволюцию, что мы выделяем и факторизуем, предположим, два класса эквивалентности в этом пространстве. Любой представитель в этом смысле годится. Любой из данного класса. Они большие, два класса, они экспонциально большие. Сопоставимы с этим классом. Но зафиксировавшись в одном классе, мы устраиваем эволюцию так, что мы потом разваливаем его или факторизуем подклассы внутри класса. И любой представитель из этого класса, опять же, годится. То есть, пока это все очень большие масштабы, объемы, но постепенно мы, так сказать, вымораживая систему в классах эквивалентности, мы, наконец, придем в некоторое такое состояние. Как мы уже это обсуждали, длина такого алгоритма, алгоритм, все. Вот идея. Ну, не идея, а вот одно из представлений. Другое дело, что биология это противоречит. Не устроен гендарм, как говорят биологи. Но некоторые биологи в этом сомневаются и говорят, что вообще должен быть так устроен. так что это вообще спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...